В Сыктывкаре затопило помещение общественной организации «Творческие мастерские». В подвал, который мастера и художники арендуют в одном из жилых домов микрорайона «Строитель», вода начала пребывать еще на прошлой неделе. Ее уровень достигал 50 сантиметров. Из-за канализационных стоков многие дорогостоящие материалы пришли в негодность. Так мастера лишились запасов натуральной кожи на сотни тысяч рублей. Елена Кононова оценила масштабы потопа. Это все выбрасывает. Настоящий потоп случился здесь, в подсобке, где мастера хранили самые ценные материалы. То, что не испортилось или еще можно восстановить, перетащили в другие помещения, куда вода пока не добралась. Руководителю кукольного театра Натальи Силаевой пришлось срочно эвакуировать спектакли. Ее помещение как раз по соседству с подсобкой. Под линолеумом уже хлюпает вода. Увезла домой. А куда мне еще везти? Потому что оно, во-первых, запах хорошо ощущается. У меня некоторые куклы сделаны из поролона, которые впитывают запах. Не очень серьезно. Тут все просто... А потом к детям. Творческие мастерские в этих помещениях разместились весной прошлого года. Тогда мастера и подумать не могли, что первая же зима преподнесет им такой сюрприз. Председатель организации Татьяна Поздина сразу после потопа позвонила в ЖУ. Пришел сантехник и, не задумываясь, поставил диагноз засор колодца. Прочищать его – забота горводоканала. Впрочем, аварийная бригада приехать оперативно не смогла. Туда приезжают, где у них какая-то авария. Сюда они даже не пришли, не посмотрели. Они сказали, что это не наше дело. Мы сюда заходить не будем. Мы свое дело делаем. Мы там что-то чистим, мы ремонтируем. Я говорю, вы понимаете, что еще 5 сантиметров. И вот эта вот канализация – это не просто вода, это канализация. Мы уже выкинули очень много материала, который просто уплыл у нас в этой канализации. На сколько денежек? Ну, одно только кожа натуральная. У меня было два картофельных мешка, это более сотни тысяч. Аварийная бригада спустя какое-то время все же приехала. Но лужа в подсобке меньше не стала. Как выяснилось позже, у соседнего дома случилась авария. Она же стала причиной потопа мастерских. Пытались устранить аварию механизмом у нас есть. Пытались засор устранить. Думали, что засор? А получилось, что излом трубы видимо. Что случилось на самом деле, выяснят, когда раскопают место аварии. На это уйдет дня два. Только после этого бригада приступит к ремонту. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрган.